Здравствуйте, дети! Сегодня мы с вами познакомимся с приемами прощипывания, прищипывания, выкатывания теста колбаской между ладонями, выкатывания шариков, будем работать стеки, будем выполнять работу лягушка. Посмотрите, какие лягушки и какие лягушки уже сделаны. Вы, ребята, можете сделать разные лягушки. Можете сделать объемную лягушку, можете полуобъемную. Я в данном случае сделала плоскостную. Для того, чтобы выполнить такую работу, нам понадобится тесто. Но мы, ребята, еще должны с вами вспомнить, кто такие лягушки и вообще, откуда они к нам пришли. Лягушка – это земноводные, хладнокровные. Лягушка – удивительное создание, живут лягушки не только в воде, но и на суше. От этого у них зависит и окрас. Если вы будете очень наблюдательными, то посмотрите, что лягушки бывают зеленые, коричневые, бордовые, разные. В зависимости от того, где они живут. Весной лягушка откладывает яйца в воде. Яйца – это белая такая слизистая жидкость. В ней маленькие черные точки. Черные точки – это и есть будущие лягушки. Яйца в воде она откладывает. Через некоторое время это икринки. Из икринок появляются головастики. Головастик со временем начинает питаться сам. Питаются они червяками, насекомыми и превращаются в лягушку. Ребята, может, вы еще дополните мои информации о лягушках? Что-то еще знаете свое, интересное? Может быть, вы расскажете какой-то случай? Может, у вас лягушка живет где-то на даче? Или у вас в квартире? Ведь это случаи разные бывают, интересные. Вы можете ее сфотографировать и послать к нам на сайт. В нашу добавить нашу информацию. Давайте посмотрим, из скольких же частей состоит лягушка. У лягушки туловище, голова, лапы. Как мы будем лепить лягушку? Лягушку мы сегодня будем лепить из теста. Но нам надо приготовить тесто. Как же мы приготовим тесто? Нужно обязательно взять стакан муки, полстакана соли, полстакана воды. Взять емкость. В эту емкость или мисочку, или тарелочку, что вы возьмете? Нужно высыпать муку, соль и маленькой струйкой лить водичку и ложечкой помешивать. И когда у вас уже образовалось, вот такой образуется комочек теста. Этот комочек теста обязательно надо положить в мешочек, чтобы он не засох. Или же закрыть влажной салфеткой, если вы сейчас будете работать. Но, ребята, вы не забудьте спросить у своих родителей разрешение, одеть фартуки. И давайте еще вспомним о технике безопасности. Как вы будете работать со стеком? Потому что стек нам сегодня очень-очень понадобится. Правильно, мы острие зажимаем в ладони. Будете ли вы кушать соленое тесто? Правильно, тесто вы кушать не будете. Нам нужно еще приготовить рабочее место. Нам сегодня на нашем рабочем месте понадобится обязательно скалочка, стеки разные могут быть, обязательно шаблоны понадобятся, доска, мука для присыпки. Возможно, где-то тесто покажется вам немножко влажным. Присыпьте все мукой. У родителей разрешение вы спросили. Рабочее место мы с вами приготовили. И сейчас будем работать. Будем лепить лягушку. Нужно взять от большого кусочка кусочек теста, размять его в своих ладонях. Вы чувствуете, какое хорошее тесто? Пластичное, мягкое, потому что мы его с вами правильно приготовили. Нужно взять своими пальчиками и размять вот так тесто, превратить его в блин или другую форму, какая вам понадобится по вашему шаблону. Смотрите, чтобы не получилось, что тесто маленькое, а шаблон большой. Положили. Раскатать нужно обязательно. Наложить шаблон и стека вырезать. В данном случае я все вырезаю, стараюсь очень аккуратно. Остатки теста нужно обязательно убрать. Не нужно с тестом обращаться невежливо. Его обязательно нужно положить, обрезки эти, или в мешочек положить, или положить под влажную салфеточку. Аккуратненько. Вы все убрали. Все, что вам не нужно. Все убрали, все сделали. И у вас получается вот такая форма. Это лягушка, сделанная по шаблону. Мы как будто бы посмотрели, какая у вас здесь красивая лягушка. И решили сделать такую лягушку. Но вы, ребята, можете сделать и объемную лягушку, и такую лягушку, полуобъемную, какая вам больше понравится. Сейчас мы эту лягушку будем украшать. Посмотрите, у нее же горшочек с цветочком. Цветочек мы сделать можем как цветик-семицветик, или еще какой вы пожелаете. Может быть, ромашку. Может быть, вообще вы ей не цветочек, а шарик дадите в руку. Берем краски и раскрашиваем лягушку. В данном случае я раскрасила в зеленый цвет. Вы можете раскрасить в любой другой цвет. Можете сделать ее коричневую, бордовую сделать, какая вам понравится. Начинаем творчески. Убрали все ненужное, что нам не нужно на столе. Начинаем творчески работать с лягушкой. Будем сейчас смотреть, как нам ее украсить, раскрасить. У нас есть цветное тесто. Я тоже взяла цветное тесто, и сейчас буду цветным тестом пользоваться. Для работы, дети, нам нужен еще сегодня будет клей. Я хочу сделать у лягушки ротик красный. Поэтому взяла красное тесто, не захотела я красной краской, раскатала вот такую тоненькую колбаску и прикладываю к лягушке, к ее ротику. Формирую ротик, что ровно ее... Посмотрите, какой широкий, какой красивый, улыбающийся. Мне мало одной полоски. Еще сделала одну полосочку. Вот такой получился ротик у лягушки. Посмотрите, я начала с ротика, с улыбки, чтобы у нас было настроение, чтобы мы с удовольствием начали лепить. Беру стек. Если где-то что-то неправильно сделала, под стеком придаю правильную форму. Сейчас начинаю работать с глазами. Посмотрите, какие большие красивые глаза у лягушки. И здесь какие красивые глаза, и здесь какие красивые глаза. Вот у нас сколько много разных поделок. И глаза у лягушки везде большие и красивые. Я решила сделать красивые голубые глазки. Сейчас беру тесто, делю его на две части и раскатываю два шарика. Потому что у лягушки же два глаза. Вот получились два шарика. Сейчас окунаю кисточку в клей и начинаю формировать глаз. Один сделала, сейчас второй. Вот такие красивые глаза получились у лягушки. Но чтобы лягушка видела, мы сейчас ей сделаем еще зрачки. Зрачки решила сделать из желтой красоты, из желтого цветного теста. Также беру кусочки, раскатываю и прикладываю. Вот такие получаются глаза. Очень интересная лягушка у нас получилась. Посмотрите, с какими красивыми глазками и с каким улыбающимся ротиком. В данном случае я сделала цветочек. Цветик семицветик. Этот цветочек буду раскрашивать красками. Лягушка у меня зеленая. Я возьму, у меня в красках очень много разных красок зеленых. Четыре цвета. Выберу, какой цвет мне больше всего подойдет. И буду работать. Раскрашиваю лягушку. Можно ей сделать платьице. Можно просто сюда сарафанчик сделать, сшить ей отдельно, когда уже у вас поделка высохнет. Можете сделать бантик. Можете одеть косынку на лягушку. Можно повесить бусы. Сделать ей ожерелье на лапки. Это уже, дети, ваша фантазия. Вы пользуйтесь тем, что у вас есть. Если у вас есть стразы, вы на лапки можете приклеить стразы. Если у вас есть бусинки, вы можете приклеить бусинки. В данном случае я пока ничего не делаю. Просто раскрашиваю. Придаю ей форму живую, красивую, чтобы получилось так, что лягушка как будто вот-вот и побежит у нас по травке, поскачет и еще захвакает. Вот какая веселая лягушка получилась. Чтобы лягушка у нас не висела в воздухе, я нарисую ей воду. Беру голубую краску и рисую водичку. Как будто лягушка только что, только что вылезла из водички, из болота. Она взяла там очень красивый цветочек и несет, чтобы нам подарить, порадовать нас. А сейчас буду раскрашивать цветочек. Цветочек, дети, вы тоже можете. Просто прилепить, какой-то цветочек искусственный взять. Можете из бантиков сделать. Подумайте сами. Горшок тоже можете украсить. Любую краску берите под горшок. Я взяла, чтобы раскрасить горшок, бордовую краску. Сейчас буду раскрашивать цветочек. Сделаю аленький цветочек. Аленький. Еще, ребята, знаете, какая у нас хитрость небольшая есть с соленым тестом? Вот мы сейчас раскрасили, работа наша подсохнет, а потом по новой можно еще что-то нам дорисовать и сделать. Тогда еще краски будут ярче смотреться. Вот как получилось у меня. И сделаю листочек еще зеленый. Вот. Можно просто на бумаге подрисовать. Еще сделаю лягушке-кочке. Она же из воды-то вышла, по кочкам побежала. А чтобы у нас работа была очень веселая, интересная, обязательно нарисуем солнышко. Веселое, улыбающееся. Посмотрите, ребята, какая поделка у нас получилась. А какая у вас получилась, ребята? Пошлите на сайт мне ваши рисунки ваших работ, а также информацию дополнительную о лягушках. Возможно, у вас лягушка дома живет, в террариуме. Расскажите, как вы за ней ухаживаете. Мне было очень приятно сегодня с вами, ребята, встречаться. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова